вот такой холодильник Zanussi. где-то метр семьдесят в высоту. модель не указана. бирки уже нет. двухкамерный. внизу морозилка. в морозилке есть обводной контур для обогрева и скорее всего он вышел из строя. включается. гудит. но не холодит. так или иначе для того чтобы заправлять нужно менять фильтр в любом случае. ну и раз фреон вышел сейчас это будем проверять то скорее всего из контура обогрева обводного контура вот этого. поэтому мы его сразу заглушим. фильтр поставим сразу не на эту трубку. а сразу на выходную из конденсатора. эту трубку вообще отглушим. сюда фильтр и после фильтра установим капиллярную трубку и будем сюда поставим клапан шреддера. будем заправлять и скорее всего это решит вопрос. как все буду делать все вам покажу. для того чтобы определиться и вообще проводить работы нужно сначала спустить газ. причем лучше это сделать до капиллярки. где-то вот здесь. это будет после капиллярной трубки. если капиллярная трубка забита. то весь газ может скапливаться здесь в конденсаторе. поэтому здесь пробиваем и смотрим. во-первых это нужно для того чтобы просто спустить газ. во-вторых это нужно для того чтобы убедиться о сколько же это обыкновенное шило. все пшик и все. когда много газа тут может даже плеваться маслом. небольшой пшик и больше нету. это значит что есть утечка. утечка скорее всего в обводном контуре. мы его алюминиевый контур который вокруг дверки морозильной камеры полностью отглушиваем их и фильтр ставим сразу после конденсатора. как это у многих холодильников. без обогрева стенки дверок. чтобы совсем уже было понятно что имеется ввиду. сначала с компрессора идет на конденсатор. вот на это устройство. с него выходит и сначала идет вот туда в стену. назад и потом только на фильтр-осушитель. вот это идет на не в испаритель холодильной камеры. а обогрев резинки дверки. вот он туда идет вокруг дверки обходит и назад возвращается. нам не нужно. там где-то алюминий прогнил и спускает. поэтому мы вот здесь ставим фильтр и после капиллярку подсоединяем сразу здесь минуя вот туда идет назад возвращается. вот здесь вот так минуя эту конструкцию сделаем чтобы уже совсем было понятно обводной контур просто обрезаем. я обрезал даже просто ножницами по металлу. это он алюминиевый здесь просто обрезаем. здесь вот алюминий соединяется со сталью. и здесь уже идет стальная трубка. и тут мы будем припаивать стальную трубку к медному фильтру-осушителю. потому что алюминий появится сложно. но в данном случае нам и не нужно это делать. и здесь уже теперь будем применять специальный нож холодильный для трубок. и вот здесь я сейчас отрежу трубку. как всегда обрезаем ножом. дисковым. и теперь в это место привариваем фильтр. будет удобно. так как это сталь нужно зачистить. ну и все-таки варить с бурой. медь к меди можно без буры. ну и отсюда капиллярку приварим к новому фильтру. хорошо зачищаем наждачной бумагой. я взял обыкновенную. это для шпаклевки. вот такой. ну без разницы какой. не крупной наждачной бумагой. просто она хорошо повторяет поверхность. все когда зачистили. теперь приступаем к сварке. я варю кислородом и пропаном. заправочную трубку. она здесь завальцована. тоже так немножко отгибаем. чтобы было удобно отрезать. и сюда будем варивать клапан шредера. для удобства заправки. все готовим. немножко зачистить нужно. медь к медь она и так хорошо приварится. даже без зачистки. как я уже сказал сюда мы вариваем клапан шредера. но так получилось. уже кто так сделал не знаю. здесь тонкая трубка. клапан шредера просто ровно его же диаметром. стык варивать нельзя. нужно варивать через переходную трубку. вот я нашел у себя трубку. но она не влазит сюда. чуть-чуть не влазит. что нужно сделать? включаем мозг. немножко расширим здесь отверстие. есть такое устройство. зажимаем сюда. зажимаем в тиски. и вот таким отвертки. как раз по размеру. если я сюда немножко забью. немножко расширится отверстие. и он тогда уже сюда влезет. пока не влазит. как это делать? сейчас все покажу. ничего сложного нет. зажимаем в такое устройство в тиски. и все. теперь шаг за шагом. потихонечку забиваем. расшатываем. немножко проворачиваем. там и не остался. все теперь с этой стороны все я думаю. проверяем. клапан слейдера заходит. все заходит на сантиметр. этого будет достаточно. теперь я отрезаю. делаю такое же самое расширение с другой стороны. и вот через такую переходную втулку нужно приваривать. как обрезали нужно здесь внутри фаску снять. потому что здесь образовывается такое сужение от ножа. именно от дискового ножа. уже после этого зажимаем и развальцовываем до большого диаметра. ну и теперь уже после того как полностью обе стороны развальцевали. важно вычистить все заусенки и стружку которая могла там остаться. для того чтобы она потом не попала в поток и не испортила двигатель. двигатель попадет в масло. может попасть потом двигатель. ну или в капиллярную трубку. скорее всего она где-то на клапанах компрессора останется. поэтому обратите на это внимание. ну все теперь ее используем для того чтобы эту втулку переходную. для того чтобы впаять клапан шредера. и собственно все. теперь с помощью горелки сначала немножко загнул вниз чтобы туда могло затечь. немножко выгнул вниз. нагреваю. и обыкновенным медно-фосфорным припоем привариваю втулку. еще нет. все теперь хорошо берется. с этой стороны все. сейчас немножко остынет. я заверну немножко вверх чтобы туда затекал припой. будьте внимательны. я когда отрезал капиллярную трубку отрезал просто ножницами. это значит что она сплющилась здесь. правильно отрезать капиллярную трубку нужно надпилить с одной или с двух сторон немножко. и отломать плоскоупциями или руками. тут уже лучше плоскоупциями. и тогда отверстие не пострадает. все теперь переходим к последнему этапу. необходимо приварить капиллярную трубку сюда к фильтру. здесь как-то в калач свернут. я сейчас намотаю лишнюю часть чтобы она не телепалась в воздухе сюда на фильтр и будем приваривать. после того как капиллярную трубку подошло время вакуумировать и заправлять. проверять чем все закончилось. синий шланг и синий манометр. так чтобы я потом мог закрыть кран и смотреть и в дальнейшем что происходит с фреоном. когда закрывает я закрываю кран закрывается вот здесь дальше. манометр остается на этом шланге. красный я в данный момент подключил к вакуумному насосу. потому что я потом могу закрыть. сам вакуумный насос при выключении не держит. нужно будет закрывать кран. желтый я сейчас подключу к баллону. у меня стоит здесь 600 фреон. вот у меня есть 600 фреон. перед этим я заправлял 134. на нем стоит кран. сейчас переставлю на этот кран тоже с клапаном. баллон с клапаном и этот баллон с клапаном. отсюда переставлю кран и подсоединю. как переставлять кран? в принципе все очень просто. берем и просто выкручиваем отсюда. клапан закрылся. вставляем на 600 фреон. сначала закручиваем гайку. последовательность такая. гайку закручиваем переходную. и затем закручиваем кран. он входит и нажимает на кнопку. все доступ есть. все теперь я могу подсоединить сюда. закручиваем от руки. просто крепко проверяем соединение. и все теперь вакуумируем. открываем получается все краны. вакуумируем и шланги. открываем кран здесь и здесь. для того чтобы шланги тоже провакуумировались. и включаем вакуумный насос. вакуум пошел. и теперь полчаса. хотя бы 20 минут. полчаса. будем вакуумировать. для того чтобы видно или нет. отсюда идет фар. мне видно что выходит пар. из воздуха который попал в систему. вода закипает. превращается в пар. при низком давлении. и выходит сюда. мы делаем все правильно. и теперь оставляем на полчаса. пусть вакуумирует. я уже около полчаса вакуумирую. сейчас буду закрывать вакуумный насос. закрыл. можно выключить. так теперь нужно заправлять фреон. у меня 600 фреон уже подключен. есть проблема. я не знаю сколько фреона не смог найти. бирки нет ни названия холодильника. не количество фреона. сначала закачаю 20 грамм. ну а там буду потихонечку добавлять. конденсатор должен быть горячим. буду смотреть как он будет реагировать. буду потихонечку добавлять. как это делать? очень просто. включаем весы. ложим. у меня показывают 674 грамма. в каком-то одном месте нужно распределиться. 674 грамма. 20 грамм добавим. теперь включаем холодильник. будем смотреть на манометр. я сейчас добавил у меня пол атмосферы. немного маловато. будем смотреть как будет меняться при включении и выключении. включаю. завелся. ну и теперь будем сейчас контролировать процесс. манометр пошел в минус. будем смотреть на панель. охлаждается или не охлаждается. начинаем тренировки с добавлением хладагента. на данный момент вот так происходит стравливание. я закачал вакуум. и вот через трубочку должен заходить воздух. но стоит на самом на одном месте. практически небольшое движение есть. забита трубка. трубка вот заходит из этого отверстия. она проходит вот по трубке сюда сюда. и здесь вот она выходит вот выходит и соединяя и заходит вот я ее отрезал видите уже просто взял и заходит вот в эту медную трубку. дальше она тут это небольшая медный участок она соединяется с алюминиевой тут под краской. и уже весь остальной змеевик он алюминиевый. но здесь в меди здесь в меди можно подпаяться. вытягиваем вот она так ровно идет. выгибаем ее вытягиваем сюда чтобы можно было достать горелкой. сгибаем алюминиевую трубочку вот так вот потихонечку сгибаем и доводим до того чтобы она была вот здесь и эту каперинарную трубку меняем. почему меняем я уже показал что я ее отрезал однако сейчас покажу вам я пытался ее продавливать вот все равно стоит это специальное устройство для того чтобы прочищать все равно стоит 15 атмосфер в трубочке хотя я ее там отрезал она должна была давно уже пшикнуть спустить как стояло 15 атмосфер так и стоит и не пробивает полный засор ну и вот теперь я отсюда по вот этой трубке вот она заходит туда в середину я показывал что она там выходит я сюда же засуну новую капиллярную трубку заказываю капиллярную трубку и меняю а пока выпаяю этот конец сейчас горелкой капиллярная трубка разведена я ее закинул в специальное отверстие туда же куда заходила и по этой трубке заходила старая капиллярка она была приварена к трубке но сейчас она будет уже идти отдельно покажу сейчас как она куда она заходит внутри внутри она заходит вот вот в это отверстие также как и была будет проходить по вот этой трубке и вот заходить сюда по этой трубке она просто выходила и вот в эту трубку заходит я ее сейчас выгнул для того чтобы дальше она идет алюминиевая здесь стык на медь привариваю горелкой и назад туда засуну уже где она и должна стоять приступаем к сварке варим стараясь ничего не расплавить переходим на синее пламя берем электрод припой и потихонечку добиваемся нагреваем до красна греем именно трубку толстую тонкая и сама нагреется нагрелась теперь заплавляем и все в общем-то в этом и все капиллярная трубка заварена я взял 3 метра капиллярной трубки 0.8 ориентировочно будет так если в режим не будет входить буду потихонечку укорачивать пока оставляю так теперь переходим к задней части и укладываем ну я конечно же согну туда назад эту трубку все уложу и прикреплю капиллярку но и теперь переходим на заднюю часть для того чтобы вакуумировать и проверять капиллярную трубку я выпаивал вот это выход из испарителя соответственно он идет на вход в компрессор я приварил клапан шредера все теперь отпаиваю и выход испарителя уже теперь привариваю на место компрессора для того чтобы уже собирать систему ну это неинтересная часть пропустим ну что же заканчиваем сейчас припаяем теперь окончательным вариантом капиллярку это несложно прогреваем сначала фильтр потому что он большой толстый капиллярку привариваем и все проверяем со всех сторон все все готово теперь осталось провакуумировать систему здесь сейчас нет клапана закручу ставлю вакуумный насос и вакуумирую вакуумироваться видим что поставил голубой на клапан красный вакуумный насос чтобы я мог перекрыть потом краном вакуумный насос отключить а уже теперь из баллона заправлять оставляем на полчаса и затем будем заправлять оборудовании слава вакуум Продолжение следует...